День флага России Новые результаты программы формирования комфортной городской среды В прошлом году жильцы нашего двора узнали о такой замечательной возможности благоустроить свой двор с помощью средств из государственного бюджета Заседание общественного совета Размещаем объявления, размещаем информацию, которая у нас проходит в муниципалитете А теперь об этих и других событиях подробнее Минтру должен до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели Это следует из поручения главы правительства Дмитрия Медведева по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве Министерство должно оценить последствия для экономики, в частности, влияние на производительность труда и социальную сферу В этом должны принять участие Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей Напомним о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в июне заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев По его словам, технологический прогресс не только уменьшает количество рабочих мест, но и помогает сократить количество рабочего времени, появляется время для досуга Именно по этой причине в будущем четырехдневка может иметь реальные перспективы 22 августа – День государственного флага России Праздник отмечается ежегодно с 1994 года В честь этого события на городской эстраде города прошли праздничные мероприятия Подробности в сюжете Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю Впервые бело-синий-красный флаг с нашитым на нем трехглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствении отца Петра I Алексея Михайловича Однако день флага официально был установлен 25 лет назад указом тогдашнего российского лидера В Десногорске к этой дате подготовились очень ответственно Поздравить жителей с национальным праздником пришли первые лица города От всей души желаю вам мира и добра, успехов во всех делах и начинаниях на благо нашего города, Смоленского края и России Праздникам! Гостей на площади собралось много, а это показатель любви и уважения граждан к своей малой и большой родине, к российским символам Этот символ, он объединяет, объединяет на труд, объединяет на отдых, объединяет, вот чтобы мы все были вместе Это флаг мира Флаг наш, надо беречь наш флаг, и наша Россия держится крепко, и выживаем мы нормально Я не считаю, что наша Россия совсем бедная, я считаю все хорошо Спасибо нашему городу, что такой праздник устроили В честь праздника для всех десногорцев коллективы Центра культуры и молодежной политики подготовили музыкальные подарки И будет путь домой И на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой И защемит пути И в год не станет Бог Радость в глазах следит Здравствуй, ну, здравствуй, дом День флага День флага – событие, которое объединяет нацию, выражает дух народа Наш флаг – один из главных символов единой, независимой и сильной России Он сопровождает самые важные события нашей страны и вдохновляет россиян на спортивные победы и профессиональные достижения В детском лагере на Соколе и Горе, находящегося в пригороде Смоленска, прошла встреча главы региона с участниками профильной смены Задать вопрос губернатору смогли более 200 ребят из всех районов области Общение прошло в полуофициальном формате Кто-то спрашивал о благоустройстве соцобъекта в своем райцентре Кому-то было интересно узнать о мерах поддержки детских лагерей Кроме того, был поднят вопрос о создании музея профильного лагеря За 30 лет его существования накопилось много материалов, фотографий и вещей, связанных с работой педагогического отряда Пока определенного места для хранения экспонатов нет, однако глава региона предложил создать его в стенах Смоленского госуниверситета 20 августа состояло заседание рабочей группы Общественного совета Десногорска Инициативные граждане рассмотрели ряд вопросов, так или иначе влияющих на жизнь муниципалитета Подробности далее Очередное заседание Общественного совета Десногорска собрало его представителей Руководителей различных действующих в нашем городе общественных организаций Одним из блоков, рассмотренных тем, стало обсуждение вопроса информирования населения о городских мероприятиях Для этого пресс-службы администрации задействуют все имеющиеся на сегодня каналы связи, телевидение, радио и прочие СМИ Мы размещаем объявления, размещаем информацию, которая у нас проходит в муниципалитете, в городе Поздравления главы со стороны культуры, образования, те мероприятия, которые проходят Кроме этого, уделили внимание туристическим маршрутам по Десногорску В муниципалитете существует три тематических экскурсии и один обзорный городской маршрут Вот одна из них первая, это обзорная экскурсия по городу Десногорску Есть как транспортная, так и пешеходная Для приезжих групп и, конечно же, для жителей города Важным блоком заседания было обсуждение качества питания в школах В преддверии нового учебного года общественный совет планирует привести проверку школьных столовых и оценки их санитарного состояния Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ Минпросвещение отвергнуло идею о школьных уроках по компьютерным играм Ведомство приветствует внедрение компьютерных технологий в образовательные процессы Однако считает, что включение компьютерных игр в школьную программу может вызвать у учеников переутомление Министерство признает, что геймификация – распространенное явление в развитии образовательных технологий как в России, так и за рубежом Ведомстве напомнили, что в российской образовательной системе уже сейчас есть широкие возможности для детей получать новые и актуальные навыки Минпросвещение приветствует и поддержит профильные тематические занятия в сфере IT и программирования Лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе В Казани стартует чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Казань 2019 Это масштабные международные соревнования, направленные на популяризацию и повышение престижа рабочих профессий, а также развитие мастерства Участниками мирового чемпионата в 56 компетенциях станут молодые профессионалы более чем из 60 стран мира Смоленскую область представят сотрудники акционерного общества «Авангард» из Сафонова Никита Мамонтов и Владислав Серегин Которые покажут свое мастерство в компетенции технологии композитов Чемпионат продлится до 27 августа Новое дорожное покрытие, бордюры и лавочки Десногорские дворы продолжают обустраивать по программе формирования комфортной городской среды Благодаря этому проекту районы муниципалитета получают серьезное подспорье для реализации своих задумок На месте событий побывала наша съемочная группа В 2017 году впервые в истории России стартовал федеральный проект формирования комфортной городской среды Его цель сделать уютными и комфортными не только города, но и села Многие эксперты назвали этот проект поворотной точкой в истории развития населенных пунктов страны В первую очередь потому, что условия софинансирования со стороны государства Помогают жителям реализовать планы по благоустройству территории родного города Результаты этой программы есть и в Десногорске В Десногорске сделаны уже работы по первому микрорайону 10-й дом Первый микрорайон 1-й дом Седьмой микрорайон дома номер 1-2 Вот сейчас проходят работы в третьем микрорайоне дом 2-3 И четвертый микрорайон сделаны дома номер 7-8 При этом инициатива жителей необходимы условия Чтобы попасть в федеральную программу формирования комфортной городской среды Собственникам нужно проявить инициативу Собрать общее собрание собственников помещений данного дома Для этого им необходимо обратиться в МОПККП Мы поможем составить все необходимые документы То есть провести это общее собрание По итогам всех процедур документы Среди которых проект работ и смета попадают на стол главе Десногорска И тогда территория становится в очередь на производство ремонта Со всеми тонкостями этого процесса уже знакома Ольга Морозова Она инициативный житель дома номер 2 3-го микрорайона Именно здесь в данный момент идет обустройство двора Все по программе комфортная городская среда В прошлом году жильцы нашего двора узнали о такой замечательной возможности Благоустроить свой двор с помощью средств из государственного бюджета Программа комфортная городская среда состоит из двух частей Это обязательные ремонтные работы Они для жителей бесплатны А также работы на условии софинансирования В случае с Ольгой за установку детской площадки И расширение автомобильной парковки Жителям этого двора нужно собрать 20% от общей сметы Остальное за счет программы Решением инициативной группы было принято делать только обязательную Минимальную часть программы Даже минимальный перечень работ, а тем более бесплатно Уникальная возможность, которой в России раньше не было Мы получим по проекту новые проезды домов Новые тротуары Лавочки удобные для наших пенсионеров Новые фонари над подъездами И урны для мусора Всего этого мы ждем В целом ждем окончания работ Потому что у нас проблема сейчас, где парковать транспорт Все с пониманием относятся Ждем, ждем, ждем Ремонт этого двора начался в начале августа нынешнего года Окончание же работ планируется в начале октября В целом программа «Комфортная городская среда» будет действовать до 2024 года Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ В Смоленске пройдет фестиваль науки, космоса и электронной музыки «Млечный путь» На одной площадке будут проходить мероприятия, которые заинтересуют широкий круг посетителей разного возраста Гостей ждет множество научных экспериментов, игры роботов, танков, лазертак, гонки радиоуправляемых летающих дронов и многое другое Также на фестивале будет работать площадка с настольными играми, 3D-мастерская и авиасимуляторы А еще всем желающим будет представлена возможность оказаться в кабине настоящего вертолета Ми-2 и познакомиться с его оборудованием Создавать атмосферу фантастического будет живая музыка Фестивальная программа завершится поздним вечером световым шоу и наблюдением за космическими объектами с помощью телескопа Уникальный фестиваль «Млечный путь» пройдет 24 августа на аэродроме Южный на базе строящегося парка-музея Форд-Пост 863 На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok